Девушки отдыхают 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 Убогий кабак, предательство, женское коварство. Как я попал в этот дрянной нуарный детектив? Пеппи был всегда готов помочь своим гостям добрым советом. Но на сей раз в помощи нуждался он сам. История стара как мир. Неверная жена и жестокий город, в котором любой клятве грош цена. Закончил? Я пытаюсь сосредоточиться. Итак, я прибыла на место. Моя цель – женщина в розовом. Женщина с мутным прошлым. Прекрати. Субтитры сделал DimaTorzok это была она роковая женщина в розовом окутанная клубами сигаретного дыма я иду следом за ней тщетной надежде что рассказчик наконец заткнется слишком близко чуть не спугнула добычу нужно быть осторожнее да знаю знаю сегодняшний гость не нуждается Женщина обернулась. Ее плечи поникли, как под тяжелой ношей. Так тяжек грех. Продолжай, и я сблюю. Твой рассказ только выиграет. Встретив бродягу, она постаралась обойти его. Не хотела запачкать одежду, но совесть ее уже была запятнана. Господи, Джонни, да за что ты со мной так? И снова я подошла слишком близко. Непреодолимая сила тянула меня к ней, подобно магниту. Ох, хватит. И вот жертва скрылась в недрах старого ветхого дома. В воздухе было душно от тяжелого запаха предательства. Может, и хорошо, что мне недолго осталось. Так-так-так. Так-так-так. Эй, эй, ты! Ты что тут делаешь? Синтия, мать твою! Сказал же, не приведи хвоста! Меня прислал твой муж. Он подозревает тебя кое-что. Что? И видно не зря. Стой, нет! Это не то, что ты думаешь! Я сейчас все объясню! Ну давай, объясняй. Короче, во-первых, мы не любовники. Он мой риппер. Пластический хирург. Хирург? В этой дыре? Ну да, так уж вышло. Был вынужден залечь на дно после недоразумения. Семья жертв... В смысле пациента до сих пор меня ищет. Приходится работать здесь. А почему ребенок на отца не похож? Понимаешь, я... В общем, я сильно поменяла внешность. Мое тело полностью переделано. Другая кожа, волосы, глаза, вообще все. Но... Но гены не обманешь. Вот поэтому наш сын выглядит не так, как мог ожидать Пепе. Не потому, что он от другого мужчины. Просто он пошел в меня. Прежнюю. Но зачем ты это сделала? Хм. А ты как думаешь? Со скуки. Денег было некуда девать. У всех свои секреты. Каждый совершал ошибки, о которых хочет забыть. У меня таких ошибок было много. И я не хочу о них говорить. Никому. Даже любимому мужу. Ох. Может... Может и надо было рассказать Пепе, но... Но как-то момент не подворачивался. А сейчас выяснилось, что я опять беременна. Мне вообще не до того. Пожалуйста. Скажи ему... Скажи, что... Ну? Не знаю. Я и сама не знаю, что ему сказать. Но скажи, что мне очень жаль. Что моя жизнь – это грустный фарс. Хорошо? Только уйди. Пожалуйста. А вот с последним предложением согласен. Что моя жизнь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, да, она о многом умолчала. Да, можно считать, что это обман, но... Она ж тебя любит, придурок. Ты хоть понимаешь, как редко такое бывает в этом долбаном городе? На твоем месте я бы жила и радовалась. Вот и вся история. Да, да, наверное, ты права. Ладно, спасибо. Вот ими тут. За помощь. И вообще. Молодец, Пеппи. Береги себя. Ночная тишина накрыла город, как мешок голову кричащего пленника. Пришло время отдохнуть и пропустить стаканчик. Надо же. Наконец-то хоть что-то осмысленное. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Ах, Ви, ничему тебя жизнь не учит. Смотрите, кто проснулся. Ну давай, позволь мне припасть к сосуду мудрости и жизненного опыта. Шутки шутками, только я 50 лет торчу в чистилище. Очень знаешь ли вправляют мозги. Мудрость есть, могу поделиться. Жги, Джонни. Люди не меняются. Особенно такие, как Кирк. Я в курсе. Только речь ведь не о том, чтобы одолжить ему денег или запустить совместный бизнес. Дельца, конечно, попахивает, я не спорю. Но в этом городе надо браться за все, за что платят. И не морщить нос. Сначала разберись, чем попахивает. А то ведь вляпаешься по самые уши. Я выросла на этих улицах у Джонни. Сама разберусь. Надеюсь, что так. Сама разберусь. Сама разберусь. привет кирк давно не виделись и нихрена себе да тебя не узнать зато ты я смотрю вообще не изменился ты же меня знаешь я человек старой закалки лучший враг хорошего и все так ну давай садись введу тебя в курс дела давай выкладывай ладно ладно короче дело простое тут неподалеку припаркован фургончик забитый товаром товар стоит приличных денег завтра фургончик отправится на границу но мало ли что с ним может случиться по дороге сечешь давай подробнее кирк что в фургоне мелитеховские импланты экспериментальные в продаже пока нет дерьмо прямиком из шанхайской лаборатории и чьё богатство да господи блять какая разница заберем станет наши ну так что возьмешься или как должен быть во всем этом какой-то подвох а хотя хер с ним можно попытаться я в деле никакого подвоха координаты я тебе отправил увидимся на месте меньше слов больше дела и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, видишь вон там гараж? Фургон внутри. Заходишь, забираешь хром, выходишь. Добыча пополам. Вопросы? Ты осмотрелся? Есть кто внутри? Все чисто, Ви. Не души. Можешь заходить туда, как ксет домой. Мне казалось, для этой работы нужны двое. А выходит, что все опять на мне. Опять на тебе, значит? Да что ты, блядь, говоришь? А кто на стрёме стоять будет? Ясное дело я. Мало ли что случится. Нет, не нравится мне такая делёжка. Две трети мне, треть тебе. А вообще, знаешь, по рукам. Так будет честно. Ты же профи. Мы же друзья. Ты мне чумба, в конце концов. Окей, я захожу. Смотри, Воба, ты понял меня? Обязательно. Всё чисто, говоришь? Всё чисто, говоришь? Всё чисто, говоришь? Всё чисто, говоришь. Всё чисто, говорю. Всё чисто, говорю. Субтитры сделал DimaTorzok Так, тачка на месте Не поняла Это... что за херня? Шмотки? Ага Причем самая дешевая паль Да уж, инфа у Кирка железная Впрочем, как всегда Да ты не расстраивайся Их тоже толкнуть можно Арендуешь точку в кабуке или... Импланта, значит Мелитеховская снаряга Я ему это в жопу запихаю Черт, еще и под пули влезла Ого, да вечеринка только началась Зажигай, Ви Девушки отдыхают Ну, вот так выглядит смерть Крайсы Проникновенная речь На свои похороны я тебя звать не буду А с ним что делать? Попросишь кого-нибудь отскрести его и закопать? Некого просить Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok